И в первом часу ночи, я говорю, Серёж, мне не нравится, давай куда-нибудь позвоним. Сегодня, говорю, точно гореть будем. Ну, пожалуйста, не прошло и часа. Сегодня ночью в Екатеринбурге в доме на Ереванской, 28, что в микрорайоне именуемом «Стрела» в честь бывшего кинотеатра, была случайно обнаружена предсказательница, чтобы не сказать пророчица Янина. Ну, в смысле, не я, Нина, а зовут её так, Янина. Она предрекла пожар в доме за час до воспаления. Предыстория такая. На шестом этаже этой десятиэтажки имеется квартира, которую хозяева сдают в аренду. Ну, скорее всего, посуточно. Убранство в недрах этого жилища, прям скажем, весьма скромное. В основном дешёвые металлические кровати с панцирными сетками и матрасами. Позавчера в эту съёмную хату заехали молодые парни и стали по ночам бухать. С шумом, с криками, с матерками. Ну, в общем, эй-эй-эй. Такая ваханалия случилась прошлой ночью. И нынешней ночью загул посуточных гостей продолжился. И именно на этом фоне жительница седьмого этажа Янина сделала своё предсказание. Мы жили сразу же на седьмом этаже над ними. У нас спокойно. Второй день у нас началось беспокойство такое. И в первом часу ночи я говорю, Серёж, мне не нравится. Давай куда-нибудь позвоним. Сегодня точно гореть будем. Ну, пожалуйста, не пришло и часа. Ну, видимо, раньше спокойно заезжали, да? Или как? Ну, вообще спокойно было, да. Второй день началось. И вот, пожалуйста. Ну, видно, что они там распивали. Да, конечно. У них там бутылки брякались сегодня. Не знаю, что они там пили, не пили. Мат на мате. Судя по тому, что очаг воспаления в съёмном адресе отыскался на матрасе, лежавшем на панцирной сетке, кто-то из пришлых бухарей неудачно покурил в койке и запалил её. Сами обитатели посуточники к моменту воспаления уже, видимо, спали. Потому что, если бы пожар начался на их глазах, они бы успели выскочить наружу. Но они сильно закоптились и надышались. Значит, какое-то время находились в эпицентре пожара. Всё, потушили, потушили. Давай. Не, не, раз потушили, так я. Да, ской вниз, не раз. Нет, потушили всё. Андрей. Не, 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 всё нормально. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Теоретически, парни, конечно, могли сгореть заживо. Но, видимо, нашвырялись не очень сильно. Во сне почуяли, что запахло жареным и очинулись. А может быть, это их огнеборцы разбудили своими мощными строями. По официальным данным ГУ МЧС, заявленным в пресс-релизе, на этом пожаре пострадали трое. По данным журналистов, работавших на месте, в погоревшем адресе отыскались двое мужчин. Ну, в любом случае, в отличие от огненной жути в девятиэтажке на рассветной 7, где в дыму погибли восемь человек. На этом пожаре обошлось без жертв. Всех пострадавших, двоих или троих, отправили в седьмую горбольницу. Как самочувствие-то? Вот так. Давай выходи отсюда. Пойдем со мной. Сейчас мы туда вот за угол заедем, да, и передадим другого, да. Выехали на пожар по адресу Ереванская, 28. Первым привыкшим подразделением ранг пожара был поднят до одного бис. Значит, в данном доме горела квартира. На шестом этаже горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. В результате проведенных спасательных действий из горящего, вернее, задымленного подъезда было эвакуировано подразделениями 52 человека, из них 8 детей. На данном пожаре, значит, работало 8 единиц техники, а также 27 человек личного состава. По ночам в январе, в продолжающийся до 27 числа праздник Крещения Господня, ну, мягко говоря, свежо, чтоб не сказать дубачок, и полсотни аборигенов более часа были вынуждены мерзнуть на темной улице из-за того, что какие-то пришлые парни побалдели на съемной хате. Счастливым обладателям автомобилей повезло чуть больше остальных. Они пережидали пожар в тепле. А пережидали в машине, да? Да, да. А как иначе, куда идти? Некуда такой мороз. Кстати, насчет машин и автомобилистов. Ну, про последних после вчерашнего хоккейного матча с Северсталью вообще говорить больно. Сама собой родилась рэп-строчка. Про то, как никому неизвестный юноша Гуслистов хет-триком убивал автомобилистов. Простите, это из личного наболело. А про машины в этом дворе можно сказать, что их много. Стоят они плотно. И кое-кто даже стал раздувать тему, что, дескать, пожарные и скорые не смогли добраться до подъезда. Да, это так. Запаркованные машины им помешали. Но это никак не сказалось на работе спецслужб. Их машины встали метрах в 20 от подъезда. И прекрасно справились со служебными обязанностями. Ну, так сказать, дистанционно. Продолжение следует...